привет друзья у нас сегодня середина июля очень жарко перед этим тоже были очень жаркие дни больше 30 градусов дожди обещали но их не было у нас во всяком случае и вот посмотрите начну вот я с персиков своих которые уже начинают желтеть деревья под тяжестью ломаются ветки подпорки мы сделали речь будет не о них я плавно перехожу своим самым нежным цветам которые в этом году у меня появились это фуксии вот они я всегда боялась их заводить потому что белокрылка моли сухость и вот все как-то не решалась потом посмотрев видео о содержании фуксии все-таки осмелилась купила себе такие вот голландские красивые махровые ну проблема у меня в чем что я уезжаю приезжаю на дачу только выходные пока что и как же эти цветы сохранить у меня было отдельное видео вот и я вам просто показываю то что действительно они у меня сохраняются то как я вам рассказывала обойду эту палку вот это у меня кашпо значит сейчас вечером я поливала все свои клумбы практически все и заодно сделала дождевание своему горшочному контейнерному садику вот видны капельки я повесила их на дерево с тем чтобы как-то освежить свои растения внизу также я освежала дождевала зональные пеларгонии плющилистную пеларгонию королевские я как-то не решаюсь сверху поливать я их просто полила вот видите никто не умер у меня на протяжении этого времени все цветут развиваются зональные пеларгонии надо сказать самые неприхотливые растения как я уже понимаю также из неприхотливых можно назвать этот колеус который у меня с прошлого года я его черенкую и в разных местах он у меня растет ой боже собака залаяли собаки ну а конечно вот самые такие неприхотливые растения нежные это вот эти вот фуксии вот и я их сохраняю кашпо ставлю в тазике ведра с мокрыми опилками поливаю и в общем результат есть вот это выпустила такой длинный побег это пустовая вот это ампельные формы это достаточно крупные крупным цветочком так что видео собственно говоря о том что мой опыт удачен может еще кто-то так делать я уверена что так люди делают для тех кто не решался еще завести себе фуксии вот смотрите может быть решитесь на основании моего опыта ну все всем пока пока удачного выращивания ваших растений